Hello everyone! Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами поговорим об идиомах, связанных с нашим здоровьем. Ведь все-таки пришла весна, иммунитет немножко подточился. Давайте это обсудим. Готовы? Поехали! Давайте с вами для начала научимся, как определять, что перед нами идиома. Иногда это бывает сложновато, особенно когда мы читаем какую-то литературу, либо статьи, но на самом деле все проще, чем кажется. Смотрите, иногда мы встречаем какую-то фразу, где мы знаем все слова по отдельности, вроде проверили словарь, все знаем, все вроде весь перевод перед нами, все нормально, но вместе они никакой смысл не несут. Вообще, какая-то дребедень получается. К примеру, drive somebody around the band. Если дословно перевести, то это завести кого-то за... Ну, band это может быть как поворот на дороге. Что? Во-первых, мы не читаем ни про какие дороги, о машинах никакой речи нету, да? Смысла никакого нету. Значит, в этом случае перед нами идиома. Эта идиома, вот конкретная, которую я сказала, значит вывести кого-то из себя. Как мы ищем идиомы в словаре? Ну, во-первых, с этим неплохо справляется гугл-переводчик, потому что, ну, это как устойчивое выражение, в принципе, он с этим очень даже неплохо справляется. То есть, туда можно просто строчку скопировать, и он вам все хорошо переведет. Но для nerds, для ботаников, есть словари, наверняка вы их все знаете, это Oxford, Cambridge. Я бы вам советовала не просто Oxford Dictionary и Cambridge Dictionary использовать, а у них еще есть как бы подразделение. Это Oxford Learners Dictionary или Dictionary for Learners, что-то такое. Oxford Dictionary for Learners и Cambridge Dictionary for Learners. Почему? Потому что, во-первых, когда вы открываете словарную статью с каким-то словом, там сразу высвечиваются все формы, правильно это глагол или неправильно, и очень много примеров употребления этих слов. То есть, именно для людей, которые изучают язык. Поэтому я именно их вам советую. Еще, конечно, хороший словарь Macmillan. Из русских я бы вам посоветовала Multitran, но с ним тоже осторожно, потому что он сразу дает очень много вариантов перевода, и тоже нужно выбирать определенное слово, которое вам подходит по контексту. Но словарь хороший. И есть еще Merriam-Webster. Это американский словарь. Там, когда откройте его, обратите внимание, что там отличается транскрипция. Там совершают другие значки для обозначения звуков. Но он тоже хороший, и, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. А теперь как же мы ищем нашу идиому в словаре, если мы хотим ее именно в словаре найти? Нам нужно искать ее по главным словам. То есть, это, конечно же, не всякие предлоги типа around, никакой не артикль, the, и не somebody ни в коем случае. Это слова, которые несут смысл. Например, drive или the band, соответственно. Вот, и эти идиомы обычно высвечиваются либо после определения слова the band, например, внизу, либо в Оксфорде, по-моему, они высвечиваются справа. Но это не имеет значения, вы найдете, да, там idioms сразу будет. Вот, то есть по главным словам ищем, либо по глаголу, либо по существительному. Окей? Вот, ну, думаю, с этим разобрались. Может быть, вам это будет полезно, а может, нет. А теперь поехали к идиомам про здоровье. Когда вы вдруг заболели и почувствовали недомогание, да, когда вам не очень, нехорошо, вы можете сказать Да, я чувствую себя не очень, under the weather, feel ill. Или еще можно сказать Да, это то же самое, я чувствую себя не очень, либо under the weather, либо off color. И если вы болеете сильно, да, есть уже какие-то прям выраженные признаки, обычно это видно по людям, у них синяки выступают, да, глаза могут покраснеть и прочее. Вот это все состояние можно назвать Look like death warmed up. Да, то есть можно сказать You look like death warmed up. Да, ты выглядишь нездорово. И нездорово. Нездорово, да, то есть, ну, видно то, что у человека болезненный вид, то, что он заболел. Вот, и, соответственно, вы отправляетесь Recharge your batteries. Перезаряжаться. То есть восстанавливать, восстанавливать свое здоровье. В общем, идете домой, лечиться. Recharge the batteries. Вот, и после нескольких дней, может быть, вы там полежали и почувствовали себя уже хорошо, можно сказать После двух дней мне становилось лучше. Да, вот дословно, прям по дороге к выздоровлению я был. Или еще можно сказать Да, то есть, мне становилось лучше, то же самое. Я вылечивался. Лучше себя чувствовал. И, соответственно, когда вы уже выздоровели, и все хорошо, все прекрасно, температура прошла, вы чувствуете себя прям как огурчик, да, как мы говорим, можно сказать Да, я как огурчик, я прям свеж и молодец. Или можно сказать еще Да, я чувствую себя прекрасно, свежо, в общем, все хорошо. Вот, собственно говоря, такая у нас история болезни получилась. Учите новые выражения, не болейте, хорошей вам весны.